Всем привет и добро пожаловать в мое новое видео. Сегодня прибражаем в спальную комнату немножечко, вдохновляемся, уже погода такая, копель, весна, день святого Валентина, в общем, гормоны бурлят, кипят, хочется немножечко освежить интерьер. И я вдохновилась таким нежным розовым цветом, покажу вам дело валь небольшой такой, уберемся, задекорируем, в общем, будет очень прикольно и обязательно приготовим вкуснейший крамбл, это самоприготавливаемый пирог у меня дома, поэтому приятного всем просмотра. Начнем свое преображение с того, что я поставлю зеркало в комнате, это зеркало Икея и седаль. С комода я убрала зеркало в прихожую и здесь я ставлю свою любимую коробочку Декореро. Она, кстати, несет не только декоративную роль, они уже у меня промелькались, у меня три штучки и они разного размера и они несут, собственно, не только декоративную роль, но и в них я складываю все, что накапливается непонятные всякие чеки, то на барной стойке, то вот на этом комоде вечно что-то непонятное валяется, а потом просто это сортирую в какое-нибудь определенное время. И моем моим универсальным средством, которое уксус, вода и спирт. У меня в данном случае водка, поэтому пахнет, конечно, водкой не очень приятно, но ничего, я потерплю. Зато это более натуральное средство, нежели то, которое продается специально для стекол, непонятно с чего сделанное. Небольшой диава сегодня, у нее светловая лентина, в общем, к этим всем сердцам очень актуальна. У меня есть подушка, это и подушка Икея, она не очень удачного цвета, но при этом бежевая, ничем не примечательная. И есть вот такой вот кусочек у меня ткани розовой, вот такого нежного розового цвета мне не хватает на интерьере сейчас, поэтому я вырезала вот подходящий для меня трафарет сердечко. Сюда я его добавляю и порезаю. Сюда я его добавляю и порезаю. Наметили сердечко, где оно будет находиться и пришиваем ниточками. Можете приклеить просто клеем. Вот так вот я освежила интерьерчик свой. Поставила сюда зеркало для того, чтобы наряжаться для вас, прихорашиваться, потому что я сейчас зарегистрировалась в инстаграм, и мне надо какие-то красивые фотки. Поэтому буду здесь наряжаться, поэтому, собственно, и поставила сюда это зеркало, и оно сюда очень даже вписалось неплохо. Вот такое у нас сердце здесь. Вот пальмочка моя супер замечательная. Так, окошко. Вот так вот. Ну и на комоде тоже вот такой вот, именно конкретно вот этот розовый цвет. Это гвоздики IKEA. А я их покупала в прошлом году. Они очень такие, знаете, реалистично смотрятся. Они, собственно, меня и вдохновили на этот вот нежный цвет. Так что вот такая вот красота. Круглое зеркало, которое стояло у меня на комоде. Оно сейчас у нас в прихожей находится. Это зеркало IKEA Stuckholm. И оно здесь очень хорошо стоит, потому что вот эта стена, здесь висело зеркало, которое сейчас в комнате, она, собственно, за счет такого большого зеркала не была так красиво, не так красиво смотрелась. Видите, здесь пенецианка, она так хорошо играет за счет света. В общем, здесь только надо будет поменять плинтус. У нас во всем доме вот такой плинтус, а здесь вот такой почему-то. Поэтому вот это зеркало, собственно, я думаю, что лучше будет смотреться с этим плинтусом. Классический крамбл, и тут только яблоки. Но у меня есть замороженная смородина, я буду тоже ее добавлять, мне так больше нравится. Для теста нам понадобится 200 грамм муки, 100 грамм сахара и 100 грамм масла. Пропорции очень простые, как видите. Очищаем яблоки и нарезаем их таким вот пиковыми. Добавляем сахар. Яблоки не должны быть, ну, то есть, должно быть сладкое вот эта вот вся начинка. Она потом сахар растает. Все аккуратно так перемешиваем. Разогрейте сразу же духовку до 190 градусов. Очень холодное масло с холодильника надо для крамбла. Все, просто смешиваете мука, сахар и делаете крошку. Никаких разрыхлителей, ничего добавлять сюда не надо. Добавляемо… Корректор А.Кулакова Используйте… Добавляем яблоки В оцесовой Все, крошка готова, цепим это все на яблоки, разравниваем, утрамбовывать ничего не надо, просто разровнять по всей поверхности, и все, не утрамбовывайте. Отправляем в духовку выпекаться на 30 минут. Вот такой потрясающий пирог у нас получается, готовьте его обязательно, угощайтесь, празднуйте праздник Святого Валентина, поэтому всем спасибо, что досмотрели это видео до конца, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео, всем пока-пока!